добрый день друзья начнем с того вопроса без которого не обходится практически ни один из видеоматериалов люди постоянно спрашивают ну а что делать то что делать то вот вы тут наговорили 40 бочек что делать какой прок вообще ваших от ваших слов если вы не говорите что делать но я говорю что делать только обычно это в конце ролика до конца ролика процентов 80 не досматривает ну в общем и так понятно и все ясно о чем здесь сказано но не ясно вам вы же задаете вопрос так вы досмотрите ролик до конца если вы хотите получить ответ на вопрос ну если вы такие ленивые давайте вам сразу дам ответ на этот вопрос не вдаваясь подробности что делать вопрос этот связан с тем что делать с этой подлой властью как ее сместить как ее свалить и люди почему-то ждут каких-то универсальных рецептов или каких-то открытий или я даже не понимаю чего не ожидают ответ на этот вопрос что делать самый простой только если вы обращаете этот вопрос к самому себе и вообще что кто-то там должен что-то для вас сделать ну что вы будете делать но объясните как вы свалите эту власть ну давайте мы расскажем вообще все о каждом о каждом своем шаге чтобы те кого мы хотим уничтожить точно знали чем мы задумали с кем почему и как мы планируем действовать вы этого хотите то есть чтобы мы прям вот так вот рассказывали о всех своих помыслах да нету власти есть своя собственная тайна как она образуется это все не так просто там помимо человеческого есть еще и божественная просто так власть никому не дается она дается либо в упущение либо по прямой божьей воли мы в упущении не участвуем это первое что надо себе в голову вложить мы с этой так называемой властью в кавычках с властью который не от бога значит она и не есть власть не должны иметь ничего общего мы не должны никак способствовать этой власти никак не должны участвовать ни в каких мероприятиях этой власти ни в каких даже если они проводятся по самым благовидным поводом например празднование дня победы 9 мая или там проведение парада или голосование или все что угодно все что они организуют все будет во вред все будет вывернуто наизнанку и смысл будет совершенно другой почему нельзя ходить вместе с ними на шествие бессмертный полк потому что это шествие пораженцев рабов военно-пленных вы в этом шествии военно-пленные вас захватили впереди поставили путина там с портретом его отца или того кого он выдает за своего отца а дальше вы идете его рабы или рабы его группировки или рабы его хозяев как угодно говорите вы не должны в этом участвует это первое что не что делать а что не делать начните с этого с этого с того что не надо делать вот этого не надо делать вообще-то каждый взрослый ну скажем так взрослый мужчина да и женщина тоже решает такой вопрос самостоятельно у вас достаточно жизненного опыта достаточно понимания того как решаются другие проблемы вы думаете проблемы государства решаются как-то иначе не так как вы решаете свои бытовые проблемы но в каком-то смысле конечно иначе в каком-то смысле но в общем-то опыт решения разных проблем должен привести вас к тому что это не сложная задача решить вопрос о том что делать но перед тем как что-то делать вы начинаете думать зачем я это буду делать или если я предприму то или иное действие какой будет результат вы же ищите результативности а не просто удовлетворение каких-то своих фантазий вы что-то там нафантазировали подействовали в направлении своей фантазии получили по затылку ну надо как-то знать немножко свою историю если из истории можно извлечь какие-то уроки их надо извлекать вы извлекаете эти уроки из своего собственного опыта из истории отечества из опыта других людей есть опыт русско-философской мысли вообще общественно-политической мысли не только опыт 20 века но уже и 21 века вы пытаетесь в этом разобраться говорят что вы вот все вы болтаете болтайте что нибудь сделаете обычно это сетевые тролли которые провоцируют на безумные действия и вас склоняют безумным действием давайте выйдем на какой-нибудь митинг и это решит какой вопрос это решит ну мы покажем себя там и так далее ну показывали себя уже десятилетиями показываем и где и кому мы что-то показываем никого нет на улице кроме полицаев никого нет и очень хотят ходить на митинги и шествия те кто не прогнозируют результата если результат нулевой ну может быть надо как-то пересмотреть эти вещи любое публичное мероприятие этого просто смотр а сколько нас каком состоянии общества если среди нас люди которые способны к политическому действию это полезно это полезно как смотр результат результат не получится никакого результата не будет по поводу свержения к власти даже маленького шажка не будет потому что вся политика устроена очень просто это организация и пропаганда на основе выбранной идеи так надо начинать наверное с выбранной идеи они говорит давайте мы куда-то побежим ну бегали уже много лет бегаем десятилетиями уже бегаем но те кто действительно стремится к какому-то результату выбирают идею вы какую идею выбрали вернуться в ссср но это же безумство но это же безумство это же невозможно ссср это кпсс сср это советские республики которые ни под каким видом не присоединяться к вам никогда как и чтобы вы там не объявляли или что построить на западную демократию так она уже построена вот она поэтому у нас абсолютно одинаковая реакция властей на любые события точно также они себя ведут за рубежом так как и здесь это одна это шайка лейка это олигархии которые замещают фиктивные демократии вы демократии хотите вот она вот она у вас пожалуйста или вы стали находите вон он в кремле сидит точно такой же абсолютно такого же типа абсолютно безграмотный человек без образования без каких-либо способностей к управлению страной вообще каких-либо способностей все это есть то есть все идиотские фантазии они все уже реализованы вы просто не хотите этого замечать а вы хотите про коммунизм да там маркс что-то там капитал и так далее начинают рассказывать что до капиталом пользуются там все это в самая передовая остается наука вранье все это то есть вот безграмотные люди они в рамках своей осведомленности начинают рассказывать байки и басни какие-то забыли уже все что было в ссср вообще все забыли забыли бескормицу это забыли очереди забыли голосование из одного человека забыли эту геронтократию которую мы видели вот с этим шепеляющим уже и изношенным абсолютно брежневым ну вот теперь у нас точно такой же вон там кремле снова сидит такой такая же геронтократию все уже за 30 лет истаскались от своей подлой жизни вот мы видим их то уже реализовано повторяется то что вы хотите повторить уже повторяется на ваших глазах вся неэффективность прежней власти вы тащите в будущее так нет никакого будущего тогда для вас нет никакого будущего то есть вы неправильно выбрали идею и соответственно вы действовать в этом направлении не можете ни на что опереться на либеральную демократию вот она провалилась на ваших глазах и люди которые с таким мировоззрением вышли они реализовали свою концепцию они ограбили страну они ликвидировали государство общество ликвидировали средства массовой информации теперь это средства массовой дезинформации теперь они строят цифровой концлагерь это либеральные демократы типа германа грефа там или эльвира набиуллина или там кудрина и там еще прорва всякой нечисти которая там скопилась вот они вам строят вот то что вы может быть подозревать что да нет это это не то это это не не либерально это не демократично вот когда вы начинаете с этой идеи вы обязательно получаете то что сейчас получили мы иллюзии либерально-демократического устройства 90-х годов привели к нынешней ситуации и последовательность это было абсолютно логичная причем она вытягивается еще из советских времен все это должно было произойти за кулисами поняли что все это весь этот марксистский бред не имеет жизни никакого отношения все эти мечты о коммунистическом обществе вся эта социальная справедливость все это чепуха все это чепуха и они выбросили это мусор на ведро вам не сказав а вы до сих пор в это верите то есть вы до сих пор остаетесь советскими людьми которых облапошили вместо того чтобы восстановиться как русским людям вы продолжаете вот этот советскую глупость вот это левачество ливизну либо либерально демократические идеи которые вы пристыковываете говорить да нет мы не коммунисты мы социалисты или социал-демократы мы за демократию мы за свободные выборы мы даже за частную собственность но как вот так вот ограничены сейчас сначала олигархов должны как-то ликвидировать а частную собственно так скромненько оставим но все остальное все это остальное все остальное это либерально демократическое сплетаются иллюзии либеральной демократии с воспоминаниями с ретроградной амнезией с с воспоминаниями о том, чего не было. Воспоминания о Советском Союзе, такое фрагментированное, не структурированное, с забыванием всего плохого и с воспоминанием о всем хорошем лично у вас. То, что было со стороной, с другими людьми, вас не касается, кого расстреляли, кого обманули, кого законопатили в тюрьму, это неинтересно. Только то, что я вспоминаю, то, что мне говорили, что-то. То есть не происходит, вот самый главный тупик, вот то, что вы говорите, а что делать и что нужно делать? Я отвечаю на это. Вы сначала освоите наследие русской общественно-политической мысли. Русской, не какой-либо другой. Если Россия не русская, то ее не существует. Вот Эрефия – это не русское государство и не русская страна. Русские здесь еще живут. Но скоро жить перестанут, если в том направлении, в котором вы мыслите, 99%. Будут продолжаться события. Вы никогда не сдвинете эту власть с мертвой точки, если вы будете считать, что давайте мы все объединимся и пойдем, если мы все объединимся, их слоим. Ничего подобного. Ничего подобного. Объединяться с чертями против чертей невозможно, потому что у власти все равно окажутся черти. Ну, разве это не так? Разве это не произошло в начале 90-х годов? Сметали КПСС, смели на самом деле русскую Россию. Растоптали, обманули и повели другим путем. Надо вернуться к своей русской сущности. Россия должна вновь стать русской. Вот эта задача должна быть поставлена. И русское национальное мировоззрение изложено в русской национальной философии, национальной публицистики. Начиная с Победоносцева, Иван Ильин, Солоневич, Михаил Меньшиков, современный историк Мохнач, у которого не так много печатных работ, но они все просто как взрыв. Вот это все надо. Это не такой уж большой объем знаний. Ну, хорошо, 10 книг вы не в состоянии прочесть и вникнуть как-то, побеседовать об этом, обдумать это все, обсудить и так далее. Но это уже давно надо было сделать. Но вы этого не сделали. То есть вы не попытались стать именно русскими людьми, которые понимают, что нужно делать в государстве. Поэтому и мы, русские националисты, русские национальные организации остались практически без актива. То есть новые поколения ничего не освоили, ничего не знают. Они начинают заново фантазировать, попадают те же капканы, в которые попадали их предшественники 30 лет назад. Сейчас все очень похоже на конец 80-х годов, когда эта власть уже опостылила. А следующая какая должна быть? А следующая это фантазии либералов и социалистов. И то, что мы сейчас получили, это прямое следствие этих фантазий. И одни негодяи сменили других, а иногда даже и не менялись. Красный директор стал красным олигархом. КГБшник, который курировал какие-то экономические структуры, стал олигархом, захватил топливно-энергетические компании. Был пассажер. Якобы это государственные компании, но они действуют исключительно в частных интересах. В интересах небольшой группы, захватившей власть бандитов, убийц, изменников. Чтобы их сместить, надо быть непохожими на них. То, что они говорят, все их идеологические примочки, враждебны нам. Надо это понимать. И это будет самый простой ход от противного. Вот они сказали, значит, противоположное надо думать. Но противоположное, отвернуться можно по разным направлениям. Диапазон довольно широкий. Можно от одной ошибки повернуться к другой. Ну, значит, этот поворот должен быть осмысленным. То есть сначала мысль, а потом действие. Что делать? Что делать? Сначала превратиться в русского человека, который знает, что делать. Я русский человек, я знаю, что делать. Я вам говорю, что делать. С этого надо начинать. Идеи правят миром. Идеи правят миром. Если ваши идеи неправильны, то вы никто в этом мире. В этом мире вы раб. От рабства мы избавиться можем только одним способом превратиться в русское национальное государство, которое не против других национальностей, которые живут здесь. Нация только одна, называется русская. А национальностей может быть много. И принцип правенства прав граждан, прав перед законом, никто отменять не собирается в этом случае. И это не принцип демократичности. Это принцип национального государства. Это означает политическое единство граждан. Заодно с государственным аппаратом. Когда государственные аппараты, граждане по мировоззрению не различаются между собой. И разные национальности имеют разные культурные ориентиры, могут иметь разные религии. Но в политическом смысле они едины. Они представляют единую политическую нацию. Но все признаки этой нации, все символы этой нации, общее единое понимание политики и истории, это русская история, русское понимание, русская философия. Все то, что нас объединяет как нацию, все это есть русское. Потому что у других народностей и национальностей ничего этого нет. Нет понимания государственного смысла. Не заложено в их традиции. Нету. И выживут эти народности и национальности только если будут заодно с русскими. Сейчас они не заодно. И когда мне говорят, ну давайте мы тут со всеми дружить, все объединимся, не важно какой национальности. Вам не важно, нам важно. Нам важно. Потому что мы точно видим по опыту русского национального движения. Люди нерусского рода охмурены еще больше, чем русские. И русские русофобами становятся очень часто. Я раньше думал их 10%, потом думал их 50%. Сейчас я знаю, что гораздо больше. Русофобов среди русских по численности гораздо больше, чем нерусских в России. Но концентрация русофобии, количество русофобов на, скажем, 100 тысяч человек в иных народностях гораздо больше, конечно, чем среди русских. То есть там почти каждый первый. Почти каждый первый. С кем, даже с людьми, которые имеют образование, там ученые степени, начинаешь говорить, и русофобия вылезает наружу, и вы видите, что вы имеете дело с инородцем не просто происходящим от иного рода, а с человеком, который против русского национального государства. А значит, против государства вообще это анархизм, какая-то форма троцкизма, я бы даже сказал. Ну, собственно, большевики использовали разные национальности для того, чтобы разгромить русское государство, в том числе и даже из-за рубежа, приглашали так называемые китайские добровольцы, которые здесь, в Москве, занимались расстрелами русской аристократии. Сначала выбрать мировоззрение, определиться с ним. Это не делается в один момент просто. Хорошо, вы мне поверили, но все равно надо в этом деле разбираться каждому, самостоятельно. Я могу там помочь немножко, но вы должны разобраться сами. А следующее, второе, после этого только два направления деятельности. Организация и пропаганда. Организация создания общественно-политических структур, которые с определенного момента могут и должны претендовать на власть. Говорить, мы можем. Как Ленину там приписывают, открытие такое. Есть такая партия? Да. У нас тоже есть такая партия. Но у нас людей в этой партии, ресурсов, денег, влияния недостаточно. У нас есть идеи, но вас нет с нами. У вас нет в партии Великой России, вас нет в национально-консервативных русских организациях. Если вам хочется анархизма, вы идете к либеральной левой шпане, которая сейчас беспредел творит, тоже интернационал, беспредел творит в Соединенных Штатах Америки. Нам радоваться этому? Да нечему радоваться. У нас этот беспредел происходит при государственной поддержке. Еще раз, что делать? Стать русским человеком хотя бы в рамках общественно-политического мировоззрения. Ну, все остальное, я думаю, приложится. Русский православный. Только православие не сервильное, так называемое, а православие истинное. Если вы носитель христианского мировоззрения, то вы одновременно и русский человек. Вот в России это так, ну, за рубежом может быть несколько иначе. Здесь это так. Если вы против православия, именно как религии русского народа, а это единственная религия русского народа. До этого были другие верования, и они не были религии русского народа. Это были разрозненные верования. Сейчас вот эти глупости, которые нам рассказывают псевдоязычники, так называемые, которые ничего вообще не знают об этом периоде, но начинают фантазировать. КГБ им в помощь, им дали методички, и по этим методичкам идет работа. Они действуют против русского национального мировоззрения. Русский, православный, русский националист. Вот три компонента русского мировоззрения. Но их надо в себе воспитать, вырастить. А дальше вступать в русские национальные организации и действовать там. Действовать как пропагандист, прежде всего, пока не набрана мощность, масса. Действовать как помощник. Вы идете работать в госструктуре, вы что, перестаете сразу быть русским человеком? Ну хорошо, вам там надо таиться, вы как-то поддерживаете других русских. Вы становитесь представителем правоохранительной системы. Почему же вы русских гнобите-то? А вам начальство сказало. А вы не знаете ходов, как этому начальству дать достойный ответ. Хорошо, пусть это будет хитрый ответ такой, лукавый. Вы обходите какие-то установления и правила. Прежде всего, русский национальный интерес. Прежде всего, защита русских. Где бы вы ни были, прежде всего, это. Потом все остальное. Если этого нет, то вы не знаете, что делать действительно. А скорее всего, не хотите. Нет, я этого... Вы мне предлагаете, а я этого не хочу. Ну не хотите, тогда все, вы свободны. Вы за пределами политического действия. Вы ничего не сможете сделать против олигархии. Коммунисты, либерасты, там... Все, что угодно, если все, что выходит за пределы русского национального мировоззрения, все это против государства, нации, справедливости. Всего, что вы в своих фантазиях мечтаете, какое должно быть идеальное общество для вас. Оно должно быть для вас. Нет, оно должно быть не для вас. Оно должно быть для всех. Объединимся вокруг этой русской национальной идеи. Будем знать, как бороться с олигархией, как ее победить. Если уклоняемся от этого, в какую бы сторону вы ни уклонялись, вы действуете на руку этой олигархии. Все. Это четкое совершенно разделение. Если в России вы не русский националист, значит вы пособник олигархии. Для меня лично это только так. Только так. Слава Руси, Господи, спаси Россию и русскую власть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова